70-летний Бернар Арно в начале этого года занял первое место в списке Forbes, став самым богатым человеком мира. Но на этой позиции он задержался всего несколько дней. Загадочная эпидемия коронавируса в Китае сказалась и на империи будущего свекра 37-летней Натальи Водяновой. Французский бизнесмен потерял около 4 миллиардов долларов. Теперь самым богатым человеком в мире является глава Amazon Джефф Безос. Такое падение с пьедестала объясняется резким снижением спроса на товары роскоши, на которых и специализируется империя Арно. Бернар, крупнейший в мире поставщик предметов роскоши, всего в империю французов входит 75 знаменитых брендов, в том числе и Кристиан Диор, Гивенчи, Кензо, Берлоти, Фэнди и Луис Вуитон. Кроме этого отец возлюбленного российской супермодели производит шампанское шампейн Моуит энд Шендан и Дампа Иньен, коньяк Хеннесси и изысканное вино. У Бернара есть и верфь, где производятся фешенебельные яхты. Недавно Наталья Водянова умилила фанатов нежным фото с трехлетним сыном. Модель в мини-батфортах выступила в Давосе. Мы собрали список самых ожидаемых звездных свадеб в новом году.